МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин и регионов. В студии Павел Савицкий. Витаю вас. Глядитесь сегодня в выпуске. Централизованное тестирование на Могилёвшине, не основной лижбы у материаля наших корреспондентов. 2017 год письменницких юбилеев. У Беларуси означают 135 год, где Якуба Колоса и Янки Купалы. В какой вершине досягнули могилёвские висляры на першинстве Беларуси по академичным вислованне далее у выпуску. Делегация Аджарской автономной республики прибыла на Могилёвщину. В планах наведать промысловое предприемство региона, ознайомится с инвестиционным климатом, туристичным и сельско-господарчим потенциалом Аджарии. У свою чергу гости плануются обмирковать махчимы на керунке взаимодействия с могилёвскими бизнесменами. У приватности по организации турмаршрута и поставцы огороднины в область. Навад пералет не перешкоди у працовному настрою. Делегация накировалась для размовы у Аблвыконкам, где запланованы шерох сустрэч. Те производства, те огромные предприятия, которые работают у вас в стране, у вас в регионе, они будут очень интересны для нас в сфере сельского хозяйства, в сфере промышленности. Я думаю, что это очень правильные контакты. У нас с нами находится делегация министр сельского хозяйства, Аджарской автономной миссубольки, министр финансовой экономики. Я думаю, что у нас будет возможность пострадать часто с торгово-промышленной палатой, с производителями, с передовыми отраслями. Я думаю, что наладятся очень правильные, нужные, востребованные отношения. 8 и 10 липеня. Еще два резервовые дни засталися для проходжения централизованного тестирования. Нагадаем, таким правом могут скористаться абитуриенты, которые по уважливой причине не смогли пройти на ЦТ. Например, с захворобы. Всю лету в области 84 человеки зарегистрировались, как писать тесты по-за графикам. Всю лету 34 816 человек на Могилевшине сдавали тестирование. Каля 1800 зарегистрировались, але не пришли на испыты. По словам специалистов регионального центра тестирования, это традиционная лечба и держится на таком узору, не что годово. По-ранейшему русская мова – один из самых популярных испытов сирот будущих абитуриентов. Всю лету я ее сдавали 9 188 человек. А вот тесты по испанской мове писали 33 человеки. По выниках централизованного тестирования, 2016 два же храма Гилевшины были выдалены за аудиторией, бо пронесли мобильные телефоны. Пытания про экономику, цены утворения и инвестиционную деятельность. Статистику и анализ можно будет задать в субботу, 8 липеня. В этот день традиционную промоу и телефонную линию проведя наместник старшини Абл Ваконкама Виктор Некрашевич. С 9 до 12 годин можно телефоновать по номеру Могилеве 50 18 69. У той же час промоу и телефонные линии пройдуть во усих городских и районных выхонавших комитетах в области. Наприклад, у Могилевским Гарвы Конкаме телефонование примет первый наместник старшини Гарвы Конкама Александр Веракса по номеру 25 84 42. А у Бобруйским Гарвы Конкаме на пытание откажет наместник старшини Инна Ануфраева. Телефон для совязи у Бобруйску 76 21 41. Специалисты энергонагляду. Подприемство Могилев энергии не перестают проверать домовладания жихаров, которые относятся до так званых групп рызыки. Шмадетные семьи, одинокие состарелые зауседы в поле зрока специалистов. Госпады не несу противогляду, навыть рада, что в доме все проверить. Лидия Ильинична живе одна, без мужа. Некому, кажа, подтримливать безпеку. Специалисты энергонагляду, як оказалось, пришли до пенсионерки недаремно. Заклеивать проводку электрическую обоями нельзя. Может воспламениться под обоями. Ещё розетки без заземления, кабель за батареей, лямпочки без плафонов. У беседе высветляется, что у 80-х годовой госпады не усе ж есть кому-то помогчи. Паблизу живе дашка. Ей обовязково треба передать усе за уваги. Будем надеяться, что её близкие, дети, внуки, когда к ней приедут, они уделят должное внимание всем этим очагам, как вы сказали, и беды не произойдёт. Во усе ляким выпадку про порушение докладается в службу вырабатывания и обовязково социальным работникам, каб докладно высветлить, тё есть кому-то помогчи со старелым и одиноким. Обращать внимание на техническое состояние своего электрооборудования, электроустановок жилого дома. Те нарушения, требования, которые мы сообщаем, о которых они знают, всё-таки не игнорировать, а их выполнять. Чтобы не было несчастных случаев и пожара. Всё лето доследовано больше за 800 домовладаннёв. Работники энергонагляду имкнутся завитать до каждого из группы ризыки. Рейды протягиваются. Английская мова, дачные сокрыты и компьютерные курсы. Отделение дённого, знаходжение першамайского территориального центра САЦ обслуговывания в Бобруйску – место, где не ведают слово «сумно». Теперь займаться любимым хобби наведывальникам будет больше комфортно. Угэтэм пера канала сей наш корреспондент Ангелина Дикун. Одноклассники, серебряный век, инши социальные сетки. Бобручанин Лео Гольдман освою компьютер по годы тому. На курсах у першамайским центры соцобслуговывания. На жаль, сегодня отказать на листы сяброу с разных часток света не отрималася по техничных причинах. Нет подключения к интернету, извините нас, пожалуйста. Лео Борисович разом с жёнкой пришли у центр три годы тому. За новыми ведами и знайомствами. Разом освоили гаджеты, научились ошить и открыли для себе Европу. Съездили в Балтийские страны, Швецию, Финляндию, группа туристическая. Теперь постигать новые веды подопечные отделения будут у новых апартаментах. Утульные покои, научальные классы, экскурсия гостёв уразила. Городские улады Бобруйска подарили отделению бытовую технику. Ходя сегодня в это здание, я даже сразу сказал, так может быть снимем сегодня пиджаки и сыграем в теннис. Но понял о том, что в какой-то степени я уже сам напросился на подарок. Поэтому подарок, теннисный стол, это теперь уже моё обещание. И, конечно, мы его воплотим в жизнь. Ляшебная гимнастика и скандинавская ходьба, гурток стыли, школа православия, народные рамёвствы, компьютерная письменность, курсы английской мовы и иншие занятки. У центра можно навучаться усим, у взрослых не перешкода. Сегодня у отделения учатся, забавляются и отпочивают. 120 молодых душой бобручан. Гуляют у шахматы, говорить по-английски и навыц садятся на шпагат. Ангелина Дикун, Константин Шалцов, новины регионы с Бобруйска. 49 пар Могилёва заключили шлюб 7-го, 0-7-го, 2016-го. Але гэта не рекорд для таких символичных дат, азначаюць у Могилёвским ЗАГСе. Мы запытались у молодых пар про выбор прагожей даты, что гэта супаденье, альба мэта скорыстаться магией личбов. Гэта и пара обрала для себе церемонию у Золотой Зале. Усё максимально урочисто, с традиционным обрадом и тёплыми словами один одному. Молодые мкнулись и расписаться минавито у гэты день. Вельми подкупая делятся сёмая-нульсёмая. Счастливая дата. Потому что семёрка – это число семьи и любви, и верности. Да если число семьи, семь, я, нужно пятеро детей? Будут. Будут, конечно, не вопрос. Створить семью сёмого липеня выросли 49 пар. Прагожую дату, як оказалось, не у семи гэлевчаней, а берали специально. Цифра семь – это со мной всегда, поэтому и в этот день будет счастливая. То есть вам кажется, что эта дата принесёт вам удачу? Конечно, однозначно, мы доверим, так оно и будет. Дату 7.07. Выбирали специально или это случайно? Случайность. Доверие. Всё строится на доверии. А числа? Да, числа – это не страшно. Это так. Для красоты числа. Три семёрки и всё. Калипс сёмая припадала на субботу, регистрацией было болей, упевнены работники ЗАГСа. По пятницах шлюпал за осёды до сорока. На гэтера скрыху болей. Соправдного буму не отбылося. Хотя першопочатково, сёмого-нульсёмого, мерковалося значно больше церемоний. Когда начинался 2017 год и мы объявили о предварительной записи на лето, то, конечно же, самой популярной датой было 7 июля 2017 года. Предварительных заявок на эту дату, на этот день, было подано 57. Но в конечном итоге сегодня будет зарегистрировано у нас 49 браков. Черговая дата, вокруг какой ажиэтаж – 9.09. Уже больше 60 заяв подали пары Могилёва. Ти справдятся планы, пока же час. Головные, кабличбы не были одиной подставой для шлюбу. А мы скажем, что умудрённые жизненным опытом, уже прошедшие это всё, что всё зависит от молодых. Но то, что они себе мечтают, пускай их мечты сбудутся, а мы им поможем. Да и инших тем. У Бабруйску под тягник трапил мужчина, и он загинул на месцы. Трагеда отбылась о другой погодине ночи на перагоне Бабруйск-Мирадзина. Машинист товарного тягника спынить состав не поспел. Особо загинул и мужчины. По отбитках пальцев высветлили специалисты Комитета судовых экспертиз. Им оказался 33-годовый Жихар Бабруйска. По данному факту, Бабруйске Межаинным отделом Следственного комитета проводится проверка. В ходе проверки будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая позволит установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в настоящий момент опрашиваются знакомые, родственники данного гражданина. Кроме того, были опрошены машинисты поезда, которые пояснили, что увидели мужчину в непосредственной близости от тепловоза. Сема Галиппене исполнился 135 год с дня народжения Ивана Луцевича, якого усе мы ведаем, як Янку Купалу, народного поэта и классика беларуской литературы. Лёсы и творчость Янки Купала, так само и еще одного беларуского классика, Якуба Колоса, выучаются в нашей краине с детячих садков. Кто там и где, у огромнейшей такой громаде? Беларусы. Гэты родки Купалы ведают усе. Имя поэта носит установы и в улице, так само и у Могилёве, где недавно имя Янки Купалы отрымала одна из городских библиотек. Всю лето год письменницких юбилеев, и Купали и Колосу 135. Из гэты на годы интервью телерадоэкомпании Могилёв дау письменник Валеры Казаков, уродженец Могилёвшины, а теперь секретарь правления Союза письменников России. У каждой нации есть свои первоисточники. Они есть более глубокие, есть ближе к нам. И вот такая крыльница белорусская, это, конечно, Купала. Для Беларуси Купала и тот же Колос сделали, ну, еще там ряд наших подвижников, и земляков, в том числе и наши Горецкие. Они сделали, ну, ту первичную основу, которая необходима была для становления литературы. Белорусской литературы. Имея белорусской, национальной, народной литературы. Интервью Валерия Казакова глядите в информационно-аналитичной программе днями. Могилёвшина у Чаканни свята. Восьмого липеня у агрогородку Александрыя Шкловского района стартуя свята Александрыя, сбираясь обрау. Плануется, что Купальская ночь на березе Днепра этим разом сберет больше за 150 тысяч гостей с усёй Беларуси и краин-суседок. Выставы маэстро, автоматичные пляцовки с национальными стравами, купальские вогнишши и один из самых яскравых моментов свята – эстрадно-цирковое представление «Купальский сон». На сцене Ирина Дорофеева, Стас Пьеха, артисты Белдярж-цирка. Усяго 150 удельников. Традиционно гулянь не пройдутся на место, что едная не только Александрыю и Копысь. На знакомитом кутку Днепровского узбережжа сустракаются Могилевская и Витебская в области. Телеканал «Беларусь-4 Могилёв» покажет телеверсию святочных концертов, які отбылись на площади Ленина и площади Славы у Могилёве. У субботу, 8 липеня, виват Могилёв 750, а у неделю, 9 липеня, наша земля, наша родима Беларусь. Початок трансляции у 21.00. Даречи полные версии 3D-мэппинг-шоу на площади Ленина и святочного фейерверку, присвеченных Дню народжения Могилёва, можно будет убачить на сайте телерадиокомпании Могилёв. Два золота и одну бронзу привезли могилёвские весляры с першинства Беларуси по академичными словами его взрослой категории до 18-ти год. Лепший выник на споборництвах показала наша парная двойка Яуген Заталы и Артём Лапутин. Первое место могилёвские академисты заняли и у парной четверцы. Бронзу у двойцы безрульной завоевала Новикова Дарья. Их это не глядячина неспрояльная для этого виду на спорта надворья. Спортсменам перешкаджа у боковый ветер. Однако трое могилёвчан усёж показали выдатный выник. Их перемоги стали отбором до заключного этапа у подрыхтовки до чемпионату света сярод юниоров, які пройдя гэтым жнивнем у литовским тракая. Новикова Дарья отобралась в состав восьмёрки, которая была на чемпионате Европы бронзовая. Показав по мелким классам двойка безрульная, очень хорошие времена принесли четыре лодки. Такого ещё не было за мою бытность работы тренером. Такого не было, чтобы приезжали четыре лодки в пяти секундах. С новинами и основными подеями в области можно ознайомиться и на нашем сайте tvrmogilio.by. А я с вами развитываюсь. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова